Всем привет, с вами Навал и в этом видео я вам расскажу, можно ли апнуть 575 уровней батл пасса без доната, чтобы получить все редкие награды. Также поделюсь с вами информацией, как быстро достигнуть уровней. Начнем, пожалуй, с того, сколько я уже апнул уровней компендиума, сколько мог и сколько смогу еще апнуть и что я делал для того, чтобы апнуть столько уровней. На число 28 июля я апнул уже 100 уровней, вот как вы можете заметить, сотый уровень. Не сказать, что это было легко, но и не сказать в то же время, что это было сложно, но как-то я апнул эти 100 уровней. Первое, самое главное, это катакомбы. Пройдя первые, так, давайте, первые все катакомбы, вы получаете 30 уровней. 30 уровней, это 48 по 250 и 9 по 2000. Также вы еще получаете 3 сета, но это уже мелочи. Отсюда вы получаете только 30 уровней. Дальше у нас это испытание гильдии. В среднем за контракт я получаю 250, 200 очков, но давайте будем брать среднее число за контракт. Это 200, а выполнил я уже контрактов примерно, давайте посмотрим, сколько в достижениях. Выполнила 84 контракта, 84 контракта по 200 за каждый. Это примерно 16 800 очков я уже поднял только на контрактах. Дальше у нас это ставки. На ставках, так, где у нас ставочки? На ставках я уже поднял 15 500 тысяч очков. В целом это очень мало, прям очень мало я поднял. Можно было и больше, но к этому мы еще вернемся, конечно же. Так, дальше у нас это, конечно же, похвалы. Похвал я получил 167. Давайте в среднем будем брать число 25 за похвалу, потому что вот здесь мне кидали по 25. Кто-то кидал даже по сотке, было по 50. Но давайте будем просто брать 25 за похвалу. И это только с похвал 4 уровня. Есть еще, конечно, такая штука, как заказы. Но заказы у нас не показывается, сколько я получил за заказ. Ну давайте возьмем в среднем, что... Заказ вообще сам стоит 500. Но в среднем я выполнил, ну давайте, на полторы тысячи. И еще, наверное, я сделал вот подарок боевого пропуска. И это мне сразу дало 2 уровня. Если вы там сделаете 5 подарков, то вам это даст плюс 10 уровней. А это... То есть 2000 уровней, потом еще 4 и 10. То есть в сумме 16 уровней. Это очень много. Ну я пока сделал только один подарок. И добавили, кстати, еще аганим. Который мне уже принес 6000 осколков. Не считая достижения, конечно же. Но пока что 6000. Сами достижения, которые мне уже принесли. 18 650 осколков. То есть вот, как вы можете видеть, это уже выполнено. И потом вернемся к тому, сколько я уже мог выполнить. В среднем это выходит плюс-минус 100 уровней. Где-то очки, где-то похвалы. И к этому выходит сотка уровней. Самое интересное, как по мне, это сколько я мог уже апнуть уровней компензиума. Ну, не приложив усилия, а просто немного больше играв. Из моих подсчетов это примерно 150-250 уровней. Я мог уже получить, просто играя постоянно. Самое главное, это ставки, на которых я очень много, как бы говорится, проигрывал. Проигрывал и как бы не сильно так ставил. Если вы делаете большой акцент чисто только на ставках, то вы поднимете вот спокойно вот 80 уровней подняли, 70. То есть это прям не сильно такая большая проблема, чтобы на ставках подниматься. Я постоянно на ставках поднимаюсь. Поднимался, допустим, в 17-м году, в 18-м году. Вот как вы можете сейчас заметить, трофея. Моя коллекция. Где-то написано, вот в 19-м году я поднял 40 уровней. Тоже не делал большой акцент на ставки. И поднял было очень много уровней на... В 18-м году. Это 66 уровней я поднял только на ставках, потому что я делал большой акцент на ставках. Также есть очень много пабликов, которые обузят эти фишки. То есть вот набора на обузы. Я просто туда не захожу еще, но фишки прям там обузят очень сильно. То есть, допустим, вы ставите 250, плюс вы 100% поставили, кто-то еще 100%. И в итоге вы там за уровень можете поднять, за одну игру поднять 3-5 уровней вообще спокойно. Будем считать, что на ставках я мог бы поднять еще плюс 50 уровней. Это прям... Прям вот максимально, наверное. Если вот так проигрывать чуть-чуть и где-то постоянно выигрывая. Давайте перейдем теперь к гильдии. В гильдию я сам вступил 29 мая, получается. 29 мая и в самом начале был доступен 1 контракт, но очень быстро достиг 2-го контракта. Это плюс там пару дней, по сути. И до 24 июля в гильдии было доступно по 2 контракта. А 2 контракта, если брать максимально, это 250 за 1 контракт. То есть, по сути, я в каждый день мог поднимать по 500 очков, то есть полуровня. Теперь давайте посчитаем. Получается 27 дней по 500 очков. Дальше 24 июня контракт давал уже по 750 очков. То есть, если бы я выполнял каждый день по 3 контракта, то контракт мне давал... То в день я получал бы еще 750 очков. Тем самым, подводя итоги, выполняя гильдию каждый день, я мог бы получить за 27 дней по 500 очков, это 13,5 уровней. И потом в дальнейшем 31 день по 750 очков, это еще 23 уровня. В итоге я мог бы получить в сумме 36 уровней. Это получается, я потерял 50... ой, 50 говорю. 20 уровней просто с гильдия. Это очень много, 20 уровней. То есть, по сути, у меня сейчас сотый, а мог бы уже быть 120. Но я просто пропускал дни, иногда забывал просто зайти в доту поиграть, не было времени. Вот, поэтому потерял 20 уровней. Также есть еще боевое состязание, которое... Так, где-то, боевое состязание, в которое я, кстати, ни разу не играл. Но давайте посчитаем, примерно за победу одну дает полтора уровня. Ну, давайте, по сути, там, 15 уровней я потерял. 15, 10... Давайте, здесь 15 уровней я уже потерял. То есть, по сути, если бы я уделял большое количество времени фишкам гильдии, я бы уже вместе с этим мог бы иметь 200 уровней вообще вот прям спокойно. 200 уровней, если я просто уделял бы немного больше времени именно доте самой игре. Потому что на ставках, вот смотрите, на ставочках у меня люди поднимают по 80 уровней спокойно. Даже если взять еще мне плюс 20 уровней из гильдии и плюс 20 уровней отсюда, ну, плюс 20 уровней, допустим, то это было бы уже 150 уровней плюс-минус. 140? Ну, давайте давай, да, округлим до 150. А это уже, как говорится, почти новая локация на 160 уровне. Давайте теперь перейдем к тому, сколько реально вообще апнуть уровней. Всем, наверное, это интересно. Сколько вообще я могу еще апнуть уровней без доната? Сколько вы можете апнуть уровней, купив этот компендиум? Сколько реально вообще апнуть уровней из подсчет? Сказалось, что примерно можно было апнуть примерно плюс-минус 200 уровней, если бы ничего не пропускал. И теперь считаем дальше. До конца боевого пропуска у нас осталось... Давайте посмотрим награды. У нас осталось 53 дня, то есть 7 недели. За это время вы получаете 10 тысяч фишек. Если за каждую ставку выиграть, каждую ставку выигрывать, то в сумме получается 21 тысячу очков. То бишь, это не считая всякие 100%, просто чистыми 21 тысячу, если вы выигрываете. То есть 21 уровень вы получаете только с фишек. Дальше у вас есть лабиринт Аганима, который... Который дает каждую неделю по 2000 уровней. Тем самым вы получаете 14 тысяч очков, а это 14 уровней. Не считая того, что вам дальше будут на уровнях даваться больше очков от Аганима. То есть, вот смотрите, 3000 уже Аганим дает. Дальше потом у нас остается испытание гильдии, а это 53 дня по 750 очков каждый день. Итого 40 уровней. Я все округляю, конечно же. На экране вы всегда видите подсчеты. 40 уровней только с гильдией. Представьтесь, думайте, это уже можно получить 100 уровней, не считая всего остального. Также у нас еще есть достижения. Я посчитала в среднее, которое я могу выполнить. Допустим, я могу выполнить гильдию. Это 1500 плюс заказы 1000. Что у нас еще? Вот это я не считал. Это чисто шара, как говорится. Дальше у нас голосование Азаркану 1000. И Аганим. Это я тоже не считал. Тоже без понятия, в реальной или нет. Или нет. Что у нас? Еще испытание Аганима. В среднем можно еще получить 9000 очков. То есть, это 10 уровней округляем. Дальше у нас это еще катакомбы, которые я не прошел. А это еще, по сути, 15 целых уровней. Ну, 13200. Около 15 уровней, по сути, мы получаем. Только еще с гильдией. В сумме за это все время мы можем еще получить 112-150 уровней. В зависимости, как вы играете. А это уже, как бы, очень много. Смотрите, в эти подсчеты у нас не входят всякие похвалы, заказы, которые вы можете тоже выполнять. А чисто только гильдия, катакомбы, достижения и сам Аганим, за который по достижению каких-то определенных уровней вам дается больше все равно кристаллов. Там, чуть ли не на 1000. А это плюс там за сколько-то недель у вас уже будет там плюс 5 уровней дополнительных. По сути, без доната реально достигнуть около 300-350 уровней. Вот прям, прям реально спокойно можно достигнуть там того же Пуджа. На 305 уровне это у нас личность на антимага женского пола. И что еще? 350. В принципе, в принципе, 350 уровней спокойно вы можете апнуть, если будете играть каждый день, выполняя задания, ставки. Теперь перейдем к самому главному. Это можно ли апнуть 575 уровень компендиума без доната, чтобы получить все эксклюзивные награды? Это награда самая последняя, эксклюзивная. Дальше, в принципе, смысла такого большого нету проходить. Не могу сказать, что да, но и не могу сказать, что нет. Скорее всего, это все зависит полностью от вас. Но это вполне реально. Если обузить фишки и не пропускать контракты гильдии, так понемножку, то в целом можно достичь. Но все же это будет очень сложно, потому что вы где-то можете проиграть в гильдии, в какой-то день можете забыть пройти. Но это реально прям, ну, прям реально дойти с 600 уровней, это набрать можно. То есть, если играть постоянно 24 на 7, то я считаю, что вполне реально получить больше уровней, чем в моих подсчетах. В конце этого компендиума я сниму, сколько в итоге я апнул уровней, с какими сложностями я столкнулся. Что я сделал такого, чтобы прям апнуть столько-то уровней. Но вообще, моя цель это 255 уровней, чтобы апнуть, чтобы получить пуджика. Это самое, наверное, главное пуджика. Локацию вот эту, она красивая очень. И сами товара башенки. Это очень классный тып, как по мне, награды. И до 255 уровня я считаю, что вполне реально без доната дойти. Даже по моим подсчетам, мне хватало около 100 уровней, надо было поднять. Именно, ну, не сильно вкладывая усилия, а просто играя каждый день, уделяя немного времени доте. Проходить катакомбы, гильдию и ставочки. При этом реально апнуть 255 уровней. В принципе, все, друзья. На этом видео подошло мое к концу. Не знаю, понравилось оно вам или нет. Кстати, вы всегда можете поддержать меня лайком. И если ты смотрел это видео реально до конца, то мне безумно приятно, что ты это сделал. Если тебе не жалко, то можешь поставить лайк за мое старание. Я старался, считала. Было реально... Если тебе было реально интересно, то поставь лайк и можешь подписаться на мой канал. Ну, на этом все. Я не буду пропадать больше. Ставьте большие пальцы вверх, пишите комментарии. Давайте так. Так, если видео наберет там 50-100 лайков, то я выпущу новое видео по компендиуму, допустим, по бузам, как проходить катакомбы и что-то в этом роде. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok